На самом деле я хочу, чтобы мы попробовали задаться очень, как мне кажется, важным вопросом. Было большое количество замечательных докладов и очень много говорили про качество. То есть, что такое качество, кода. И для меня, когда можно им пренебречь, когда нельзя им пренебречь. Мне кажется, если мы как профессионалы своего дела, я больше нас рассматриваю как архитекторов, а не как программистов. То есть, мне кажется, у качества не должно быть никакого компромисса. Потому что мы берем, будь то там с наших работодаверов, будь то с наших клиентов, мы берем за свою работу деньги. То есть, в данном случае, ну как мне кажется, мы должны решать поставленные бизнес-задачи, которые перед нами ставит бизнес. И мне кажется, вопрос качества, это в первую очередь вопрос самоорганизации программиста. И вопрос подготовки, предварительной подготовки, которая есть у разработчиков. Ну, конечно, есть определенные проблемы, которые перед нами ставит бизнес. И мне кажется, решение состоит в следующем. То есть, необходимо просто действительно уделить какое-то время на изучение этих проблем, поиск решения. Решение для того, чтобы в будущем для бизнеса не было такой проблемы. То есть, мы вот здесь проверяли гипотезу. Гипотеза состоялась. Но у бизнеса сразу же появляется после того, как гипотеза состоялась, появляются другие проблемы. Стоит вопрос быстрого масштабирования его бизнеса. И очень часто бизнес очень сложно объяснить, что мы проверяли гипотезу, а теперь гипотеза состоялась, тебе дали денег, а мы скейлиться быстро не можем. Так вот, есть большое количество, мне кажется, подходов к решению этой проблемы. У меня вот интересно, ну, в основном, ту проблему, которую тоже я хочу затронуть, ну, не только сейчас, а вообще, наверное, там, и в следующих спичах, рассуждениях, это «А как правильно переходить из состояния стартапа в состояние интерпрайз-продукта?» То есть, ну, может, мне вот очень интересен ваш опыт, потому что у кого-то есть действительно опыт решения этой задачи. Конечно, есть прототип, есть продакшн-решение. Вот она разница между стартапом и интерпрайз-продуктусом. А вот с точки зрения архитектуры, да, то есть архитектуры... Это два разных приложения. Два разных приложения, два разных софта, два разных, две разных железки. Потому что железка-продукт может быть, ну, на крейку момент склеена. Там может быть что-нибудь на сенях держаться или там полоском перевязано. Это нормально. А если мы в этот прототип вкладывали, я не знаю, там, шесть месяцев для того, чтобы его сделать, шесть месяцев времени разработки? Потому что, когда делается прототип, обкладываются проблемы, которые еще не понятно как решать, и обнажаются новые проблемы, до которых вы еще не дошли. Энтерпрайз-это другое приложение. Оно выбирает все правильные решения, правильные подходы из прототипа, но это другое приложение, другой софт и другой хард. То есть, если у нас был стартап, и мы переходим в состояние интерпрайса, оно полностью перейдет в приложение. Я правильно услышал? Или есть какой-то подход, как мы можем органически перейти из одного состояния с другой? Промасштабировать. Промасштабировать команду и уже не пряно здесь и сейчас побыстрее мне фичи вкрутили туда, чтобы я проверила, приносит это деньги. А дать возможность команде развиваться и естественно заплатить за это. А если у нас некачественно созданный монолит, с помощью которого мы не можем аштабировать команду? А все остальные присоединяйтесь к нам, послушаем. Мы так все время делаем. Если скучно, то мы действительно можем перейти в режим пара. Уже дискуссия пошла, на автопати уже пойдет о другом. В Харькове был доклад примерно про это. Сделать стартап. Сможешь описать? Как перейти от ничего до стартапа? Зависит от того, что каждый вкладывает в понятие стартапа. Да-да-да, это сложный вопрос. Но я думаю, что нам сейчас это будет полезно. Просто опыта создания стартапа гораздо больше, чем опыта перехода стартапа в интерфайл. Если с вопросом стартапа не можем, нет рецепта, сидим тут обсуждаем, как наковырять это приложение.